Окна у меня закрыты двойным заслоном. Первое это шторы. Я их закрыл и в окна для того, чтобы пыль не летела. А вот сейчас вы сами можете убедиться, какой звук там. Пыль, конечно, вся летит вот на эти подоконники, на рамы. И каждый четвертый, каждый пять я чистоту люблю. Мне приходится вот это все вымывать. Окна не открывать. Идет строительство. Точечная застройка для дяди Саши и его соседей стала точкой невозврата. Тенистого дворика с детской площадки здесь больше не будет. Пыль и шум прописались по соседству как минимум до конца 2014 года. Тогда планируют закончить стройку. Молодая мамочка лавирует в тесном проходе между подъездом и забором в поисках более удачного места для прогулки с малышом. Спальня, где ребенка укладываем, выходила вот с этого окна. И сейчас, когда они начинают часов в 7-8 работать, будет, конечно, это тяжело. Потом снова укладывать, уезжать в коридор с кроваткой здесь. Выкручиваемся как можем, выдумываем. Вот. И самое тяжелое, это когда они ночью работают. То есть они могут в час ночи что-то начать колотить. И очень странный у них график, потому что днем практически нет шума. Вот. А ночью и утром они активно начинают работать. Сегодня первый день, вот мы до 6-ти работаем. Это может быть шум с этого здания, а от нас нет шума. Квартира в центре, в историческом доме, где останавливался еще Яков Свердлов, потеряла половину своих достоинств. Шум строительной техники и дым прямо в окна. Такси и скорая не могут проехать к подъезду. Еще сложнее инвалидам. У них здесь свой спортивный центр. Забор имеет эту тенденцию каким-то чудесным образом. Каждый раз все двигается все больше и больше. Все захватывается все больше и больше при домовой территории. Я уже не говорю о том, что у нас раньше и пенсионеры просто здесь выходили подышать. Стали с перебоями носить там всевозможные почтовые отправления. Да нет, у нас там просто туннель коммуникационный. Мы его закончим и забор передвинем. Строители отгородились от жильцов деревянным забором и отказываются комментировать ход работ. А недовольные жильцы осаждают стройплощадку. Последние полгода. Инстанции, как водится, держат нейтралитет. И время работает против жильцов, но на строителей. Продолжение следует...